Доброе утро всем! У нас идет снежок. Видите, еще ничего не налило толком, но уже чувствуется хоть зима. А то, понимаете, Рождество встречать, когда плюс 17, это было очень чудно. Надеюсь, что Новый год все-таки мы будем встречать с новогодней погодой. Во всяком случае, для этого есть все предпосылки. Всем доброе утро, ребятушки! Мы сейчас пойдем гулять. Да, и представляете, смотрим, а елочку-то уже и разобрали. Вот смотрите, Нового года нет еще, этого праздника. Вот вам и отношения. Рождество отпраздновали, и все. Да? Смотрите, как некоторые делают свой личный тюнинг на машинке. Очень прикольно. А мы в нашей любимой кафешке. Здесь очень вкусный кофе. Хотя некоторым из вас не нравится интерьер, но мне кажется, что вы просто его не понимаете. И вот у Виолеточки вот такой классный свитер, который она нашла под елочкой. Да? Вот. Смотрите, и чем он мне нравится, он такой мягенький-мягенький. Уютненький-уютненький. Да, кто-то тебя точно любит. И вот смотрите, Виолетта себе заказала. Что это, Лида? Это горячий шоколад. Горячий шоколад, видите? А у меня, как всегда, капучино. Как всегда, капучино. Хотя с нового года я собираюсь пить только эспрессо. А не американский? Нет. Я не люблю большую бадью. Я люблю такой крепкий, вкусненький. Как давно мы не были в библиотеке. И вот после кафешки мы решили сюда зайти и взять книжечки, которые мы сможем почитать. Видите, библиотека очень-очень большая. Это второй этаж. Мы поднялись на лифте с первого этажа. Видите, библиотека просто огромная. Ребят, смотрите, какие симпатичные снежиночки такие. Или это даже не снежиночки, а как цветочечки. Вам плохо видно? Вот видно. А еще очень светло, видите? А они все равно горят. Сегодня у нас такой продуктивненький день, можно сказать. В том, что теперь мы идем в аптеку. А, потому что мне нужна краска для волос. Ну и заодно посмотрим, что там есть новенького. Итак, мы идем и будем подниматься на второй этаж. Видите, как тут все украшено, переукрашено. Снежиночки. Мне это прямо напоминает наши школы или детские садики со снежинками на окнах. Так, насколько я помню, краска в этом ряду. Ну, сейчас и посмотрим. Значит, смотрите, можешь сама себе заполнить, запломбировать зуб. О, боже мой. Ребят, всего 6 долларов. Жаль, что я сама себе не могу коронку слепить и вставить. А то вообще было бы шикарно. А вот какое-то средство уменьшает боль. Есть такие, где ты можешь сама себе слепить? Не знаю. Я такое видела. Да? А, вот смотри, какое-то средство тоже. Ну, тоже вон, ну, видишь, тоже нарастить кусок зуба. Нарастить кусок зуба вообще шикарно. А, это пломба. А, это пломба? Это пломба себе слепить. Класс. А у тебя что тут? Видите, от моего любимого бренда расчесок появилась новая расческа. Вот так вот она выглядит. Ага. Классно. Ну, прикольно. Хорошо. Так, а я все еще выбираю себе краску для волос. А вот, ребята, смотрите, есть расческа с таким щеточками внутри. Я не знаю, как это называется. Ага, как ёршик. Мне нужна, знаете, такая расческа. Прикольно. Для чего тебе нужна расческа такая? Для чего? Мне нужно купить воск, ну, или не воск? Зачем воск? Так, а нет, это не для этого расческа. Ты говоришь, что она должна быть гораздо тоньше. Ладно, ребят, я буду дальше выбирать себе краску для волос. Ребят, смотрите, здесь есть накладные ногти даже для педикюра. Я не знаю, у нас я такого не встречала. Очень даже интересный опыт. Полно разных закупочек. Вот какие симпатючечки, симпатюлечки. Ну, 10 долларов, дороговастенько. За даже их много, но всё равно это дорого, я считаю. Видите, тут дороговастенько, разные резиночки, разные коробики. Какие-то хорошие, хорошие. Да всё равно дорого. Нет, мне не нужна красная помада. Тебе нужна? Нет. Нет? У меня есть красная помада. Ребята, приз-ыстория. Зачем я купила красную помаду? Я помню, я была в доллар-сторе, и это был Хэллоуин. И я думала, кем мне быть на Хэллоуин? Потому что я должна была пойти, ну, собирать конфеты с друзьями. Это был первый год, когда мы приехали в Америку. В итоге я решила купить красную помаду. В итоге вы помните, то, что я нарисовала её на губах, сделала градиент там с чёрной какой-то, я не знаю, подводкой. Я не знаю, что это было вообще. Ну, короче, было весело. Слушай, а ты, по-моему, не только губы себе рисовала, а ты ещё там рисовала лицо, всё. Да, я клоуна рисовала лицо. Не подходи ко мне, я от тебя подальше. Мама, иди, всё. Мама, иди, всё. У тебя просто очень... Она, кстати, вот эти вот штуки-то петь. У тебя зубы, как они называются? А что это? Которые очищают между зубов. Между зубами? Ой, да, между зубами. А у меня, кстати, такие вот были раньше, когда у меня были брекеты. Боже мой, всё у тебя падает. Да, это очень важная штука, когда у вас брекеты. Вы между брекетами вычищаете всякую грязь, которая у вас накопилась. Ага, прямо грязь. Да. Ага. Ну, когда ты ешь еду, оно забивается под брекеты. Ну, не грязь уже. Ну, не грязь, еда, я не знаю, ещё что-то. У кого-то и грязь, может быть. Кто знает. А кто-то землю ест или что? Кто знает, что они там делают. Понятно. Ясно. Так, а теперь мы идём. Мы спустились на первый этаж. Ой, это маме будет. Ага. И, видите, блокнотики тут разные. Но всё очень дорого. Откуда такие цены нереальные они придумывают? Вообще. Непонятненько. Ну, просто решили посмотреть. Вот. Видите, какие блокнотики. А сколько стоит? 35 долларов. А мы за сколько покупаем? 35-49. А почему мы покупаем? Лет. Тут одна. Надо посмотреть. Мне кажется, тут одна. Тут одна? Да, конечно. Тут одна. А мы две покупаем. Тогда, естественно, мы это самое мы выгоднее покупаем. Смотрите, ребята, Гринж на машине. Супер. 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 Пока. Супер. 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 Продолжение следует...